Здравствуйте, это компания Vivo Telecom и мы сегодня хотим вас познакомить с зарядным устройством для цилиндрических аккумуляторов от компании Leito Cala. Называется данное зарядное устройство LIIM4. Чем оно отличается от предыдущих моделей? Тем, что у него теперь вход USB Type-C, то есть вы можете подключить кабель и сетевой адаптер от любого смартфона и, соответственно, это зарядное устройство будет работать. У предыдущих моделей был свой вход и свой сетевой адаптер в комплекте. Также данное зарядное устройство может использоваться в качестве Powerbank, То есть вот четвертый у него слот используется как источник для зарядки других внешних устройств. На выходе у него 5 вольт и мы протестировали до 1,3 ампера он подает зарядный ток. Давайте я тогда кратенько расскажу про корпус, комплектацию и технические характеристики. В принципе, здесь следующее. У него 2 ампера на все слота подается. Соответственно, если вы заряжаете сразу 4 канала, то только по 0,5 ампера может подаваться на каждый аккумулятор. Если вы используете 2 слота, то до 1 ампера будет ток заряда. Далее, по поводу работы. Никаких проблем не обнаружено. То есть 21700 мы пробовали заряжать. Зарядный ток идет 1 ампер действительно беспроблемно. Один он заряжался. В качестве пауэрбанка тоже в 4 слот мы ставили данный аккумулятор на 21700. Он весь заряд отдает. КПД не замеряли, но в принципе, фактически, да, можно зарядить телефон на 4 ампер часа данным аккумулятором 21700. Ну, то есть там КПД в районе 80% точно есть. Использовали стандартный шнурок по комплектации. То есть идет само зарядное устройство и кабель USB Type-C, USB Type-A. Ну, то есть стандартный кабель. По конструкции я вам сейчас покажу тогда подробно. Так, совместимость, соответственно, вот указано с какими аккумуляторами. Ну, то есть со всеми фактически цилиндрическими до размера 26650. Химический состав литий-ион, никель-металл-гидрид, никель-кадмий. Соответственно, никель-цинт, например, да, он заряжать не будет. По поводу, ну, вот характеристики, кстати, могу показать вам подробно. Вот написано, что USB Powerbank до 1000 мА ток подает, но даже чуть больше, 1,3 А мы получали ток зарядный. Так, по конструкции, как обычно, 4 слота подпружиненные, плюсовой контакт идет наверх, минусовой вниз. 21700, например, вот батарея у нас есть в наличии, да, без проблем она сюда, естественно, устанавливается. Вот, сразу показывает зарядку, да, но не знаю, насколько точно, потому что вот эти батареи были заряжены. При установке он показывает почему-то не 100% заряд, а в районе 80%. Так, по выходам, выход 5-вольтовый для использования в качестве пауэрбанка и вход USB Type-C для подключения именно для заряда. Охлаждение у него пассивное, вот везде сделаны прорези, то есть активного охлаждения у данной зарядки нет. Но, как, впрочем, и у предыдущих моделях Лиит Акала, 500, 400, 600, там активного охлаждения не было. Так, ну сейчас я еще включу, покажу вам, как он работает, какие режимы. Так, по поводу режима работы. Давайте я вам покажу. После установки зарядного устройства вы можете выбрать, соответственно, режим либо зарядки, либо теста аккумулятора. То есть он сначала его зарядит полностью, потом разрядит. И вы можете выбрать ток заряда. Вот у нас установлен 2А аккумулятор. То есть вы можете выбирать либо ток заряда 500 мА, либо 1000. Через некоторое время, через порядка 10 секунд, он включает текущий выбранный режим. Все больше никакой функциональности у него нет. То есть процесс зарядки пошел. То есть на дисплее показывается степень заряда аккумулятора, отданная энергия, напряжение на аккумуляторе и общее время продолжения цикла заряда. Ну и, соответственно, выбранный ток заряда и режим. Ну и если несколько слотов у вас заполнено, вы можете переключаться между этими слотами и получать данные по каждому конкретному слоту. Первый слот, второй слот. Так, ну давайте здесь вот запустим 500 мА. Вот, пошла зарядка на 500 мА, а на первом слоте у нас идет 1000 мА. Никаких светодиодных индикаторов по зарядке нет. То есть все на дисплее отображается. Ну что, давайте заканчивать на этом тогда. Никаких недостатков мы не обнаружили. Все технические параметры соответствуют. То есть токи заряда аккумуляторов соответствуют. И токи, отдаваемые в режиме пауэрбанка, тоже даже чуть выше, чем заявлено. По удобству использования тоже претензий никаких нет. В принципе, все, ну как бы это уже не первое поколение устройств. Поэтому я думаю, что тоже здесь проблем быть, естественно, не должно. Ну все, у кого вопросы есть по данному зарядному устройству, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезным, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.